Дождливое воскресенье для семьи Александра Войтенко превратилось в настоящее стихийное бедствие. Крыша дома 57 на Октябрьской улице не выдержала сильного ливня. Результат – испорченные стены и потолки в нескольких квартирах на пятом этаже. В воскресенье начался дождь, вроде такой небольшой, потом усилился и начала бежать вода с потолка. Сначала на кухне, я сначала подумал, что жена там что-то разлила или с ребёнком. Начало аж ручьи бежать в ванне и в кухне. Пострадавшие жильцы утверждают, что виной потопа в квартирах верхних этажей стала работа строительной фирмы «Спецстройсервис». Ведь именно эта рабочая бригада ещё 1 августа начала делать капитальный ремонт кровли. У меня вообще никогда в жизни не текла крыша. Если так разобраться, до капитального ремонта крыша у меня не текла. А сейчас я не знаю, что будет дальше. Сейчас все мысли Татьяны Кузнецовой заняты одним – лишь бы вода не повредила проводку. Накануне главный инженер местной управляющей компании пообещал женщине устранить причины протечки крыши в течение недели. Бригадир, с которым нам удалось поговорить, называет несколько другие сроки. Думаю, до конца сентября мы закончим. Как будут позволять погодные условия. Так получилось, что пошли дожди. Ребята делали всё, что могли, закрывали. Видимо, случились какие-то протечки. Вот и приходится рабочим при ремонте на крыше надеяться на высшие силы природы. Эти самые небесные силы оказались неблагосклонны и к другим домам на улице Октябрьской. В соседнем доме 53 во время сильных осадков вода доходила аж до третьего этажа. В квартире Людмилы Цукановой чудом не случилось трагедии. А теперь вода пошла в другую половину квартиры. Там упал потолок. Гипсокартонный потолок упал. Метр шестьдесят на два метра. Чуть не убила ребёночка. А руководитель Марья Павловна сказал, что преступление не совершилось беды. Ну и замечательно, все живы. Всё, на этом и кончилось. За десять лет существования проблемы женщина обращалась и к главе администрации, и к депутатам. Результатов пока нет. Каждый год коммунальщики что-то ремонтируют на крыше, но во время сильных осадков вновь начинается потоп. Ремонт в квартире ей пообещали сделать лишь когда полностью устранят проблему с кровлей. Возможно, этот замкнутый круг разорвётся раньше, чем случится настоящая трагедия.